Воронежская Нагорная Дубрава снова в опасности, уверяют жители села Чертовицы. Говорят, местные очистные сооружения загрязняют ее стоками, хотя изначально планировалось, что коллектор будет закрытого типа и не навредит экологии. Более того, по словам сельских экоактивистов, в Чертовицах собираются строить канализационную насосную станцию и подключить к ней новые объекты и населенные пункты. Так что от Дубравы вскоре может ничего не остаться. Своими опасениями жители поделились с нашей съемочной группой. Несколько лет назад в Чертовицах совместно с японскими специалистами хотели строить умные дома. Помимо уникального жилья, местным обещали не менее уникальные очистные сооружения закрытого типа, безопасные для окружающей среды. Но эко-поселка так и не случилось, а вот очистные остались. Правда, не такие, как сулили на старте, уверяют жители. Сточные воды, по их словам, весьма открытым способом попадают прямиком на зеленый пояс Воронежской области – Нагорную Дубраву. Исходя из того, что стекают стоки непосредственно на грунт на территории Дубравы, да, ну это уже ниже, ну я не знаю, метров 500, находятся базы отдыха, плавучие дома. Она стоит на затоне. Это вся вода, которая порву стекает в затон, фактически его угробила. Раньше люди туда ходили купаться и ловить рыбку. Сейчас там рыбки нет. В настоящий момент эти очистные сооружения работают не на полную мощность, процентов мощности я не могу сказать, потому что я не инженер. Но к ним подключены всего-навсего два санатория детские взрослые, пятиэтажные здания на въезде и база отдыха немецкая Слобода. Впрочем, сточные воды в Нагорной Дубраве не единственная головная боль местных. Говорят, рядом с их водонапорной башней и в непосредственной близости от старых очистных сооружений планируют строить новую канализационную насосную станцию и подключить к ней другие населенные пункты Рамонского района. Мы в свое время здесь брали дачные участки для того, чтобы смогли сами отдыхать здесь и проводить свободное время наши дети, внуки, чтобы природа и экология были совсем не те, с которыми мы сталкиваемся в городе. Появление очистных сооружений, появление канализационной насосной станции, те объемы, которые ложатся на эти сооружения, они, конечно, изменят эту обстановку. И лес, и поля, ну, все это будет, так сказать, выглядеть, мне кажется, по-другому. Со своими опасениями за экологию села и свое здоровье жители обращались и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Роспотребнадзор. Но пока ответов на волнующие вопросы не получили, за поддержкой обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Существующая станция, она не загружена полностью, процент нагрузки где-то около 10 составляет, но вложенные средства, понятно, использованы неэффективно. Для того, чтобы загрузить, предлагается строить коллектор, и, как сказали местные жители, этот коллектор также должен пройти через Нагорную Дубраву, что само по себе повлечет нарушение целостности природного парка, и вырубку леса, а протяженность коллектора большая, поэтому жители боятся и предполагают, что вырубка будет массивной, что также недопустимо. Это зеленые легкие города Воронежа, это зеленый пояс, и мы, конечно же, встанем на его защиту. Кто и как будет защищать Дубраву снова, пока не ясно. На данный момент с выездной проверкой в Чертовицах побывали только специалисты регионального департамента экологии. Местные ждут их заключения и, рано или поздно, вердиктов всех участников этой истории, которая, по сути, только началась. Кстати, первые результаты выездной проверки, проведенной Департаментом природных ресурсов и экологии, уже есть. По результатам исследований проб грунта из села Чертовицы специалисты определили, что загрязнение относится к так называемому пятому классу опасности, то есть степень негативного воздействия на окружающую среду практически минимальная. Тем не менее, в сточных водах обнаружены нефтепродукты, хлориды, фосфаты, нитриты и нитраты, причем в большей концентрации, чем это допустимо. Ущерб причиненной почве несанкционированным сливом стоков оценивается в четверть миллиона рублей. Все данные экологи направили в правоохранительные органы. Проверки продолжаются.